Во-первых, какие-то типичные нелинейности, ну, скажем, функции e в степени x и e в степени x³ качественно похожи друг на друга, хотя нелинейности разные, но эти функции качественно похожи и в графике. Во-вторых, даже для разных функций, для разных нелинейностей существуют некоторые общие подходы, которые позволяют такие уравнения, которые возникают в таких системах, решать. И этими общими подходами, как я уже говорил, мы будем заниматься. Ну, прежде чем мы с вами займемся, я еще вот хочу про что сказать. Насколько я понимаю, у магистров есть какой-то курс физико-открытых систем. Синергетика может быть. Синергетика, да. Вот. Значит, ну, на самом деле, я, к сожалению, не в курсе, что там он рассказывает, но, значит, вот, нелинейная физика, это, ну, собственно, такие физические основы синергетики. То есть вот есть физика, из нее мы можем выделить кусок нелинейной физики, да, вот какие-то общие подходы к исследованию нелинейных систем различного типа. Ну, а дальше, значит, эти методы стали применять химию, например, получилась химическая физика. Ну, почему? Ну, там даже две вещи получилось, получилась химическая физика и физическая химия, да. Ну, а физическая химия, она там не только линейный объект, она и линейный еще раз смотрит, да. Дальше стали применять биологическим системам. Вот получилось там биофизика, биофизика. Ну, скажем, к экономике недавняя мода, да, стали применять методы исследования неудобных явлений, да, физических, к экономике. Ну, вот надо, правда, сказать, что чем дальше от естественных систем, природных, мы углубляемся, там, всякие социальные системы, тем теории становятся все более и более спекулятивными. Ну, и так далее, можно уже совсем спекулятивно применять куда-нибудь к социологии, там, я не знаю, к политологии, к искусствоведению, если хотите, там, да, вот. Значит, ну, там уже будут, конечно, никаких количественных результатов, а никакие вот спекуляции на аналогиях. Вот. Ну, спекуляции иногда в хорошем смысле, да, спекуляции иногда в слове не совсем плохое, там, на Западе часто философию вообще спекуляция называют, да. Ну, и все вот это как-то там объединили, да, и вот получилась синергетика. Ну, основа-то, конечно же, вот в физике лежат, никуда от этого не дается. Ну, и вот мы постараемся с вами, ну, насколько это возможно за отведенное нам время, вот, какие-то, не все, конечно, ну, хотя бы какие-то, значит, подходы рассмотреть, какие-то задачки решить. Вот. Ну, посмотрим, что получится, поскольку я тоже, как-нибудь, первый раз читаю этот курс. Вот. Ну, собственно, вот вводные слова какие-то. Да, ну, надо еще сказать, что это вот синергетика в широком смысле. Иногда, значит, под синергетикой в узком смысле понимают системы иерархические, да, вот, где там имеется какая-нибудь иерархия времен, да, линейные иерархические системы. Вот это вот, как вы смотрели по-русски в смысле. Ну, ладно, есть вопросы вот по такой форме части? Понятно, чем мы будем заниматься? Ну, ладно, значит, давайте я вот литературу вам какую-то я приготовил, причем я приготовил, ну, довольно много. На самом деле литературы обширное количество, значит, совершенно невообразимое, и даже одних учебников там, ну, по разным, правда, разделам, значит, этой науки очень много. Ну, тем не менее, вот я отобрал, как бы, 9 книжек, которые, на мой взгляд, ну, достаточно адекватные и помогают пройти в курс дела достаточно правильно. Ну, прежде всего, откуда вообще название такое взялось? Вот есть, я знаю, единственную книжку, название которой слово «нелинейная физика» это вот Заславский, Заславский, давайте писать, вот он услуг, плохо воспринимается, значит, Заславский, 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 значит, Сагдеев, Заславский, 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 значит, введение в нелинейную физику. Книжка достаточно старая, думаю, как бы старше вас, 1988 года, да, 1988 года. Ну, тем не менее, как бы, вот она, хотя и старая, но не усовершая, так, в принципе, ее вот переводить надо, но я его переиздание не видел. Дальше. Ну, дальше, вот давайте, значит, классиков, сошлемся на классиков нелинейной науки, это Андронов, значит, Андронов, АА, значит, вид, значит, вид, значит, вид, так, тоже АА, и Хайгин. Теория колебаний. Очень толстая, подробная книга, ГГ, где, собственно, подходы к нелинейной динамике нащупаны. Вот. Дальше. Ну, дальше, собственно, в таком произвольном порядке, значит, ну, давайте, вот, допустим, Малинецкий, ГГ, да, значит, Малинецкий, 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 Малинецкий. Значит, книжка называется «Математические основы смирки этики», но относительно недавняя книжка 2005 года, «Математические основы смирки этики». Дальше. Ну, давайте, вот, Лоскутов, 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 АЮ, АЮ, значит, Михайлов, 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 значит, АС, АС, Введение в синергетику. Введение в синергетику. Ну, вот две книжки по синергетике, такие, не спекулятивные, скажем. Конечно, можно здесь ещё сослаться на книжки Хакина «Основателя синергетики». Ну, книжки, во-первых, старые и малораскутные, для учебников, на мой взгляд, они не очень подходят. Дальше. Ну, давайте Чуликов. 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 АИ. Значит, «Математические модели невинейной динамики». Ну, давайте вот книжка, которая мне нравится. Я её уже нашу прописку отдавал. Значит, это Гасевич А.Н. Введение в невинейную физическую механику. Введение в невинейную физическую механику. Ну, книжка тоже старая. 1989 года. Вот. Когда ещё существовал Советский Союз. и издана на историческом городе Киеве. Значит, издательство «Наука Владимир». Вот. Так. Ну и две книжки, как бы, вот, иностранных авторов. Значит, ну, правда, нет одна. Значит, Шустер Г. Детерминированный хаос. Детерминированный хаос. Так. И, значит, Кроновер. Кроновер верха. Фрактал и хаос. Вид их динамической системы. Фрактал и хаос. Ну еще на одну книжку зашлюсь, это скорее не учебника, а монография, а вот так, нет, это возможно только что-то. Ну в общем, вот на книжку Анищенко, Анищенко, В.С. Сложные колебания в простых системах. Ну то есть вот литература, каждый может на свой вкус выбрать, какой-то единой книги мы придерживаться не будем. Что-то изложено лучше, на мой взгляд, в одной книге, что-то в другой книге. Тем не менее, вот достаточно полный список для учебных целей. Ну если нет вопросов, то давайте начнем. Ну и в качестве введения мы, собственно, поговорим, что такое динамическая система. То есть это вот вводный такой параграф «динамические системы». Ну, собственно говоря, динамические системы — это любые системы, которые изменяются в пространстве и во времени. Ну, нам надо, значит, как-то математически описывать такие динамические системы. Причем мы будем интересоваться нелинейными динамическими системами. Ну вот если, например, вы возьмете математическую физику, то там тоже на самом деле описываются динамические системы, но только вот с помощью линейных уравнений. А мы будем с вами эти динамические системы описывать с помощью нелинейных уравнений. Ну и так, чтобы описать динамическую систему, мы должны ввести в наш выход, в наше рассмотрение три таких понятия. Ну, во-первых, это, значит, динамические переменные. Динамические переменные. Мы будем их обозначать вот с помощью вектора x, значит, это, ну, допустим, x1 и так далее, xn, n штук динамических переменных. Ну, что это может быть? Скажем, если вы вспомните механику, ну, например, в механике это могут быть обобщенные координаты и обобщенные импульсы, да? Когда динамическими переменными являются канонические переменные, да? Обобщенные координаты и обобщенные импульсы. Ну, если, например, мы рассматриваем вращательное движение абсолютно всего этого тела, в качестве динамических переменных могут выступать, скажем, углы эллера или угловые спорости, да? Если мы рассматриваем распространение волн в каких-то средах, то это могут быть, ну, там, скажем, компоненты тензородеформации или, там, плотность концентрации, если речь идет о каких-то химических реакциях и так далее, и так далее, да? Температура. Все вот физические величины могут рассматриваться как динамические, как некоторые динамические переменные. Дальше. Дальше наша система может зависеть не только от самих динамических перемен, но и еще от ряда каких-то параметров, которые могут тоже изменяться. Ну, как бы, если мы систему как бы фиксируем, то параметры тоже фиксируются. Ну, скажем, если мы рассматриваем математический майк, то мы фиксируем его длинную массу, да? Но мы можем рассмотреть не один математический майк, а совокупность математических маятников с разными длинами и массами, да? И тогда мы вот в качестве параметра получим набор вот этих самых длинной массы. То есть таких параметров тоже может быть много, мы их будем обозначать буквами, ну вот, буквами, ну, только вектор я буду писать другой здесь, да? Вот, смотрите, здесь вот такой специально, потому что, чтобы подчеркнуть, что вот этих динамических переменных у нас m штук, а параметров мы, допустим, там, ну, один и так далее, там, mu, там, k. То есть это тоже вектор, но другой размерности. Ну и, наконец, мы должны ввести для описания динамической системы некоторый оператор эволюции, да? который переводил бы, значит, динамические переменные x в момент времени t, ну, t1, скажем, да? Значит, динамические переменные x в момент времени t2. Ну или, в общем случае, здесь еще может не только оценить зависимость, ну, скажем, там, от радиусов векторов, да? t1, там, t2, то есть тогда у нас изменение идет не только во времени, но и в пространстве. Т.е. некий оператор эволюции, который описывает динамику, собственно, системы во времени и в пространстве. Ну, давайте приведем примеры динамических систем. Ну, скажем, мы в нашем курсе часто будем апеллировать к теоретической механике и, в частности, к уравнениям гамильтона. Ну, так вот, эти самые гамильтоновые системы, да, те системы, которые, значит, описываются в уравнениях гамильтона, являются такими простейшими динамическими системами. Ну, и если мы введем, там, обобщенные координаты пури-итая и обобщенные импульсы пури-итая, да, то уравнения гамильтона на гамильтона имеют вот такой лент, значит, динамическую динамическую динамику, да, то уравнения гамильтона на гамильтона. Ну, и тут можно еще, значит, диссипативные силы вставить, да? У меняется удлиницией ДН, ДН — число степеней свободы, H — функция Немельтона, а КУИТА — диссипативные силы. Для простоты мы будем считать, что тут вообще не потенциальные, кроме гироскопических сил стоят, но для простоты мы будем считать, что КУИТ у нас описывает диссипацию. Кстати, что такое диссипация, все знают. По четвертому курсу все знают. Мы еще поговорим про это. Диссипативные системы нас будут интересовать подпишением четверого курса. В чем особенность вот такой динамической системы? То, что она описывает изменение состояния механической системы. Напомню, что такое состоящее. Это минимальный набор переменных, с помощью которых мы можем описать все физические величины. Всю физику можем описать. Все физические величины. Через эти переменные мы все физические величины можем описать. Но, скажем, динамическая система не обязательно должна работать с полным состоянием. Такая система может работать не со всем состоянием, а с какими-то отдельными характеристиками физической системы, с какими-то отдельными величинами. Ну и примером такой тоже нелинейной динамической системы являются хорошо всем вам известные уравнения рейлера. Значит, давайте воспроизведем их, чтобы еще раз о нелинейности поговорить. Омега 1 с точкой плюс, там, и 3, и 2, да? Омега 2, Омега 3, в одном, там, n1, да? Омега 2 с точкой плюс, значит, и 3, и 3, и 2, Омега 2, Омега 3, в одном и 3, да? Значит, система технициальных уравнений первого порядка, где Омега 1, 2, 3 – это компоненты угловой скорости, там, проекции этой скорости на подвижную систему координат, вот. R1, N2, N3 – это моменты, компоненты момента внешних сил, действующих на систему. Ну, а и 1, и 2, и 3 – это главные моменты инерции, да? Собственно, это такой аналог массы, да? Вот если частицу мы описываем только массой, то абсолютно твёрдое тело, мы описываем компоненты в нейнерции. Они учитывают не только распределение масс в теле, но ещё и размеры тела, допустим, да? постоянно. Вот. Значит, вот это тоже пример нелинейной динамической системы. Где здесь нелинейность у нас? Ну вот она, вот произведения, значит, компоненты Омега делают нашу систему нелинейной. Ну, а n считаются заданными функциями, да? Значит, здесь у нас динамическими переменными являются, собственно, компоненты угловой скорости Омега 1, Омега 2 и Омега 3. То есть это вот как раз эти x. Динамическими параметрами nu, вот этих, ну, являются там, допустим, компоненты тензора инерции, да? Вот эти главные моменты инерции, да? Ну, а оператором эволюции здесь является dp dt, да? Вот, точка означает взятие производной по времени. Точно также в уравнении с Гамильтона, там тоже dp dt оператор эволюции, а динамические параметры сидят в функции Гамильтона h из u, в дисципативных силах, да? Вот это вот пример так называемых точечных или механических динамических систем. Но существуют еще другие, другого типа динамические системы, так называемые распределенные механические системы. Это те самые, которые описываются в математической физике вот этими линейными уравнениями в математической физике. И это вот все примеры таких распределенных динамических систем. Ну или, например, уравнение Максвелла, да? Тоже, значит, можно считать распределенной динамической системой. Уравнение Шледингера и так далее, и так далее. Ну, скажем, давайте вот о распределенных системах мы поговорим на примере уравнения типа диффузии или теплопроводности. Значит, почему-то студенты это уравнение забывают больше всего. Значит, скажем, ду по дт плюс, ну, давайте вот тут прямо напишем u, дельта у, ну, скажем, тоже равно, q. Вот так. Здесь q, ну, значит, давай q. Это функция, ну, там, r и t, да? От радиуса вектора и времени. И это может быть, ну, в случае вот нашего уравнения, скажем, либо температурой, либо там концентрацией, например, да? Если мы рассматриваем температуру, проводность какую-то, да, то u будет температурой. А если мы рассматриваем процесс диффузии, то u будет концентрацией вещества, да? Дальше, ну, значит, производная по времени, дельта оператору атласа, вы его знаете. Значит, вот этот, ну, это вот и есть параметр, да? Ну, вот он. Здесь он как бы аэгин. Ну, еще, правда, часть параметров может сидеть в q. А q – это источник, собственно. Источник либо диффузии, либо, значит, температуры, да? Вот. То есть это, значит, какая-то, ну, там, заданная функция считается. Ну, вот это уравнение линейное. В принципе, его можно сделать нелинейным, ну, например, считая, что μ у нас не является константой, а является тоже функцией u, которая может зависеть, вот, то есть μ зависит от O, и может зависеть, в свою очередь, от каких-то там других параметров, ну, допустим, ну, со звездой там, да, от других параметров. Значит, вот это пример распределенной системы. Значит, в чем здесь ее особенность? В том, что, значит, оператор эволюции, ну, то есть это, вернее так, эта система не только от времени зависит, но еще от координат, да? То есть это распределенные системы, это пространственно-временные системы. Ну, можно даже так сказать, что вот эти вот механические системы описывают проведения частиц, да, описывают частицы, а распределенные системы описывают поля. Ну, и вот, в частности, там, вот эта книжка Заславского с Сагдеевым, да, там она разделена на три больших главы. Первая глава – частицы, вторая глава – поля, да, а третья глава – примеры. То есть можно, значит, классификацию динамических систем вот прямо таким образом провести частицы-поля, да. Ну, это не единственная классификация. Значит, можно предложить и другие классификации. Ну, например, рассматривать системы по принципу, являются ли они консервативными либо диссипативными. То есть консервативные или диссипативные системы. Ну, консервативные, напомню, это, вот, в простейшем случае, это системы, в которых сохраняется энергия, да. То есть мы можем ввести, ну, либо обобщенную энергию, ну, давайте обобщенную энергию, которая сохраняется, да. Ну, а в общем случае, значит, под консервативными системами мы будем понимать системы, где, значит, имеются первые интегралы движения. А диссипативные системы, это те системы, в которых обобщенная энергия, допустим, убывает, да. Ну, а в общем случае, значит, вот, там тоже какие-то величины, которые являются аналогом энергии, вот, тоже должны убывать. Потому что какие-то интегралы движения, вот, если мы запишем закон изменения этих интегралов движения, то они должны убывать. Ну, дело в том, что мы не всегда можем понятие энергии ввести, допустим, если мы рассматриваем, там, динамику популяции какой-нибудь в биологии, да, ну, что там, под энергии, довольно сложно, там, можно говорить только о некоторых интегралах движения. Ну, вот, значит, то есть можно, значит, динамические системы разделить по принципу консервативные и диссипативные. Можно, ну, ну, понятно, что, значит, механическая система может быть как консервативной, так и диссипативной. Точно так же распределенная система может быть как консервативной, так и диссипативной. И можно еще, как бы, такую третью ось классификации провести, разделяя динамические системы на непрерывные и дискретные. Непрерывные и дискретные. Значит, ну, простейшим, как бы, случаем таких непрерывных либо, ну, непрерывных систем, это вот являются, ну, приведенные нами примеры, вот, уравнения для Нейтона и Ереха, да. А мы можем рассмотреть также дискретные. То есть вот это непрерывные по времени системы, да. А мы можем рассмотреть дискретные по времени системы. Вот если непрерывные во времени системы, механические, здесь я вот о механических системах говорю, да, если непрерывные механические системы, мы можем записать, ну, вот, в обобщенном виде, вот в таком, да, x точке, да, вот, видите, тут первое производное, f, там, от x, значит, ну, давайте, μ, вот так, вот это, значит, непрерывная динамическая система, точечная, значит, механическая, то дискретная, если бы мы писали дискретную механическую систему, мы бы сделали время дискретную. И у нас бы, например, наша система записалась вот так. xn равно fn от x, μ. Здесь время делается как бы дискретно. Ну и даже так вот, здесь, кстати, да, вот здесь, лучше, наверное, вот так написать. Да, вот смотрите, вот, как правило, эти дискретные системы, системы с запаздником, поэтому вот здесь, может быть, лучше вот так написать, а функцию f, допустим, сделаешь общую. Вот так. Вот та система тоже дискретная, ну, как бы не очень типичная, более типичные, вот такие системы, когда имеется, ну, вот здесь n плюс 1, а здесь n, да. Значит, ну, давайте приведем, покажем, значит, как можно эту дискретизацию провести. Вот у нас имеется такая система. И мы делаем время дискретным. Это что означает? Это означает, что мы вот эту первую производную расписываем вот так. Это xn-xn-1, да, деленное на талу. Где тау шаг по времени, да, шаг дискретизации по времени. Ну, знакомая вам формула из какой-нибудь вычислительной математики, там, да. То есть, когда вы решаете, там, диффурное lm, вот вы как раз, значит, первую производную по этой формуле заменяете. То есть, вы как бы берете некоторую решету по времени, да, и вот рассматриваете изменения функции x в узлах этой решетки. А период этой решетки тау, да, ну, цепочка, то есть, если время, а после решетки. Вот. Ну, и дальше вот сюда подставляем, да, вот сюда подставляем, и получаем, что, значит, xn-е оставляем там в правой части, да, а в правой части будет, что там, xn-1, там, xn-1, там, xn-1, там, xn-1, да. Ну, вот, например, можно вот таким вот образом, вот так, дискретизацией, да. То есть, вот так, когда мы переходим от непрерывных величин к дискретным, то, вот, значит, пользуемся каким-то вот таким приемом. Так, что там, периодич, что ли, да? Так, вот, уже давно, как делаем здесь? Угу. Все нормально. Теперь бродить. В таких механических системах провести дискретизацию по времени и сделать систему дискретной. Вот. Ну, такого же типа дискретизации можно провести в пространстве. Да. Ну, что для этого надо сделать? Ну, давайте, вот, на примере, скажем, что того же самого удовольнения типа диплопроводности дефрунди рассмотрим. Только считаем, что теперь у нас одномерный случай, да? Ну, для простоты это, чтобы там не писать много удовольненных форм. Ну, значит, дефрунди рассмотрим. Здесь вместо оператора Лафла состоит вся разница. Ну, и тут давайте тоже смотреть. Что мы должны сделать, чтобы дискретизацию из пространства? Ну, мы должны взять вот эту производную вторую и рассмотреть ее аппроксимацию на узлах, да? Решетки. Аппроксимацию на решетки. То есть этот метод называется аппроксимация на решетки. Ну, опять-таки, выбираем какую-то решетку с шагом h, да? И вот пользуемся известной формулой для второй производности. Это что там? Ну, давайте там было n. Тут, допустим, k. k плюс 1, минус 2, минус 3, плюс k минус 1. И поделить наш квадратик. Вот это так вторая производная. Опять-таки, поизвестной в том формулке. Ну, и подставляем вот сюда, да? И мы вместо, значит, непрерывного уравнения получаем дискретное пространство уравнения. То есть уравнение теперь будет уже вот... Ну, первое производное во времени останется, да? То есть у кратая у нас зависит от границы. И уравнение будет вот такое. Значит, у кратая, там, в точке, плюс... Ну, плюс вот это же, да? Вот такое уравнение. Это уравнение уже дискретно в пространстве. Но оно еще непрерывно по времени. Ну, и мы можем дальше уже совсем все дело дискретизировать, да? Взяв вот пример, сделав время дискретным. Вот. Тогда у нас уже будет такая решетка не одномерная, а одномерная, да? по пространственным переменам и по временам. Вот. То есть вот можно непрерывные системы, да? Свести к дискретным системам. Ну, и можно вообще уже там, значит, дискретизацию довести до некоторой своей высшей точки, значит, дискретизировав вот эту самую динамическую переменную, тоже сделав ее как бы не непрерывной, а дискретной. Ну, значит, это вот, как и называется, дискретизация наблюдаем. Ну, давайте вот на каком-нибудь... Ну, то есть общий принцип рассмотрим, как там вот делаем переменную дискретную. Значит, вот берем x, ну, там вектор такой, x, да? И говорим, что этот вектор x равен вектору а, допустим, при условии 1. Он равен вектору b при условии 2. Ну, и так далее, и так далее. Ну, например... Вот, например. Какая для вас комфортная температура? Как жители Урала? Двенадцать. Ну, интервал конкретного. Восемнадцать довольно охватно. Ну, прямо какой-то... Восемнадцать, двадцать. А зимой? Зимаш, тоже бывает, еще большую часть года. Да, минус двадцать, минус двадцать. Ну, что, минус двадцать пять, это уже холодно. Ну, скажем так, ну, давай вот так. Допустим, нас интересует свинемесячная температура, да? И мы, значит, какой-то там динамической переменной, там, x присваиваем значение, ну там, а скажем, давайте вот этой схеме придерживаться. Если, значит, средняя температура, среднемесячная, да, у нас, ну, скажем, меньше минус десяти градусов. Ну, пусть сразу же там житель Арктики со мной не согласится, да, с такой градацией. Ну, что делать? Б. Если средняя температура, допустим, от минус десяти до двадцати пяти, там, после двадцати пяти уже, наверное, жалко все. Вот так, скажем условно. Ну, и, наконец, так, средняя. Ну, и там С, допустим, если средняя температура среднемесячная больше двадцати пяти. Ну, и смотрим, значит, по месяцам, да? Значит, в один месяц у нас А, допустим, в следующий тоже А. Ну, зима, можно сказать. Дальше там, ну, допустим, В, там, да? Ну, вот весна какая-то тут наступает. Потом снова В, там, значит, потом, может быть, уже С, там, и так далее, да? Вот получим некоторый ряд таких вот, ну, символический ряд такой, да, символический ряд. И вот этот ряд можно исследовать. Это тоже динамическая система. Значит, этот ряд можно исследовать, значит, находить в нем какие-то запрещенные комбинации, например, да? Ну, вот, скажем, там, я не знаю, приятным после акция сразу будет, да, например, да, и так далее. Вот. То есть можно находить некие закономерности. Ну, вот это пример такой дискретной динамической системы. Вот. И есть даже целая наука, которая этим делом занимается. Она называется символической динамикой. Вот. Символическая динамика. Но мы ей не будем заниматься, хотя наука достаточно интересна. Ну, собственно, вот. Вот мы как-то, да, и еще, ну, что тут надо в нововведении сказать. Те задачи, которые возникают при исследовании нелинейных динамических систем. Ну, какие тут могут быть задачи? Ну, прежде всем, это всем известная задача Каши, да, в той или иной формулировке. То есть заданы там начальные граничные условия, да, и мы, значит, ищем решение, ну, вот, в зависимости от этих начальных граничных условий. Значит, задача Каши. Ну, и вот этим, собственно, вы и занимались, да, во всех предметах, которые у вас до сих пор были. Вы в основном решали задачу Каши, на самом деле, да. И на механике мы задачу Каши решали, на матфизике, ну, там тем более, да. Значит, в полихродинамике тоже, по сути дела, там решалась задача Каши. И в квантовой механике, по сути, задача Каши решается. Ну, штат-физика там особо видно. Ну, и вот там тоже, может быть, есть там, где задача Каши решается. Ну, а кроме задачи Каши еще существует множество других постановок задач. Ну, например, мы можем исследовать, то есть первая задача Каши, вторая, скажем, исследование устойчивости системы, да. Устойчивости системы, устойчивости, скажем, движения, траектории системы, к тем или иным возмущениям. Ну, это, собственно, задача про устойчивость, она связана как-то с задачей Каши, но, собственно, это отдельный круг задач исследования устойчивости. Или, например, то есть второе, это устойчивость. Например, третье, мы можем искать задачи Каши. Так, значит, вторая, устойчивость. Третье, нас могут также интересовать асимптотики системы, да, асимптотики системы при больших временах, опять-таки, вне зависимости от начальных условий, да. То есть куда придет система, какие бы мы начальные условия не задавали, вот к какому состоянию приходит система при тест, стремящейся к бесконечности, да. Тест стремится, например, к бесконечности, и здесь вот нас интересуют асимптотики. Дальше. Четвертая задача возникает, потому что у нас в системе есть параметр. Мы можем задаться и спросить, а как зависит решение от параметра? Что произойдет с решением, если мы начнем изменять параметры? И опять-таки нас здесь как-то в начальном условии могут интересовать, а могут не интересовать, но нас интересует здесь зависимость от параметра. Вот здесь возникают всякие там интересные вещи, типа бифуркации и так далее, перехода к хаосу. Об этом мы тоже поговорим здесь. Можно, например, еще ряд задач поставить, скажем. Задача, допустим, у нас устанавливается какое-то стационарное состояние, мы можем поисследовать, как это стационарное состояние устанавливается и так далее, и так далее. То есть мы видим, что кроме вот этой классической задачи Каши, мы можем интересоваться многими другими вещами. И, собственно, вот это и есть предмет нашего дальнейшего интереса. То есть задачу Каши мы будем там иметь в виду, мы никогда ее так вот специально решать не будем. А будем интересоваться вот какими-то другими вещами, другими постановками задачи, помимо задачи Каши. Собственно, вот такой подход позволил им как раз и выработать единый взгляд на разные нелинейные явления. И обнаружить какую-то общность в разных нелинейных процессах. Ну вот, вот это как бы введение. Так, есть вопросы? Ну давайте тогда, собственно, переходим к нашему курсу. И начнем мы с рассмотрения механических систем. Скажем, глава 1. Динамика механических систем. Ну, вообще говоря, было бы логичнее назвать такие системы точечными, но, к сожалению, вот этот термин как-то не очень прижился. Ну, вернее так, вот почему-то он встречается достаточно редко. Ну, мы тоже как бы не будем особо велосипедов изобретать. Тут имеется в виду, конечно, точечные. Про механические системы мы говорим условно. На самом деле, вот такого типа системы, которые мы сейчас будем рассматривать, могут быть и биологическими, и химическими, и какими-нибудь электрическими. Если вспомните механико-электрическую аналогию, что бы вам известно, наверное, и так далее. Ну, так вот, из уважения к механике, из которой это всё выросло, мы будем называть такие системы механические. Ну, и на первом этапе мы будем интересоваться с вами непрерывными механическими системами. Рассмотрим динамику непрерывных механических систем, которая описывается вот в такой вот системном уравнении. То есть мы будем исследовать на первом этапе вот эту систему уравнений. И сразу же введём два понятия. Значит, динамическая система называется неавтономной, если она зависит от времени. То есть если здесь явно время присутствует в функции f, то такая система неавтономна. Наоборот, система называется автономной, если функция f явно от времени не зависит. Это автономная и магическая система. Ну, и вообще говоря, неавтономные системы, конечно, сложнее. Мы будем с вами интересоваться в основном автономными системами. Они, во-первых, достаточно типичны. Для многих важных задач их вполне достаточно для построения моделей. Значит, очень многих важных систем достаточно для построения моделей. Более того, мы не всегда будем даже интересоваться зависимостью от параметра. То есть если мы, например, интересуемся устойчивостью и, скажем, асимптотиками дышей, то нам зависимость от параметров не очень нужна. Значит, эта зависимость становится существенной, когда мы, допустим, задача бифуркации. Итак, системы бывают автономными и неавтономными. Мы будем интересоваться автономными системами и начнем рассмотрение таких систем. Да, и более того, мы, значит, я уже говорил, будем интересоваться на первом этапе пока непрерывными системами. И, значит, начнем рассмотрение наших вот таких систем с того, что введем фазовое пространство. Итак, параграф первый в этой главе. Фазовое пространство. Ну, вообще говоря, что такое фазовое пространство, вы должны уже знать. Вот, из механики, из, там, может быть, даже, кого-то от физики, от физики, там, чего-то будет. Ну, мы здесь это понятие немножко обобщим, а именно, будем называть фазовым пространством н-мерное пространство, н-мерное пространство, динамических переменных. То есть бездорожек x, как правило, это нецеление, то есть x, x. Вообще говоря, надо понимать, что, например, по сравнению с механикой это обобщение. Там у нас фазовым пространством было пространство, значит, канонических перемен, да, координат и импульс. Вот. Ну, мы с вами говорили, что нам не всегда, то есть это было пространство состояний. Но мы говорили, что, ну, нам нелинейной динамики не всегда, так сказать, интересно, как в целом состояние меняется. Достаточно узнать, как некоторые характеристики меняются. Так вот, мы можем ввести не обязательно пространство в состояние, а, например, вот, пространство, значит, компонент угловой скорости, там, и это тоже будет фазовым пространством, значит, тоже будет фазовым пространством. Итак, это пространство, значит, векторов динамических перемен. Дальше. Ну, понятно, что когда система движется, значит, да, и каждый вектор в этом пространстве, да, значит, конец этого вектора x задает некоторую точку, да, это будет фазовая точка. То есть x мы можем рассматривать как радиус вектор в фазовом пространстве, на конце которого сидит фазовая точка. Ну, кстати, давайте сразу же вот какие-то примеры фазового пространства переделать. Ну вот, если у нас всего лишь одна динамическая переменная x, то что для нее будет фазовым пространством? Совершенно верно. Совершенно верно, это прямая линия в пространстве, она в вопросе x. А, значит, а если, допустим, у нас две x1, то есть система двух уравнений, допустим, x1, это f1, ну, там, от всего x, начну я пока не пишу, пока нам это не очень интересно. Как два, а что там сегодня? Что здесь у нас будет фазовым пространством? Скорее всего, глосс. Ну как, что ты скажешь? Конечно, глосс. Две переменные, да? Ну, хотя вот, правильно, скорее всего, сейчас мы еще про это поговорим. Значит, как там Антон Павлович сказал, в рассказах часто встречается это, но вдруг жизнь так полна неожиданностей. Учерков. Смерть чиновника, по-моему. Ну вот, значит, да. То есть вот такое двумерное фазовое пространство называется фазовая плоскость. Да? Фазовая плоскость. Дальше. Значит, фазовую точку ИПИ, значит, в процессе движения механической системы у нас, значит, происходит изменение ректоров x, да? То есть фазовая точка двигается и в процессе движения описывает некоторую траекторию, да? Вот эта, значит, траектория называется фазовой траекторией, да? То есть фазовая траектория – это та траектория, в которую описывает вектор x в процессе своего изменения, в процессе движения. Вот. Следующее, значит, множество фазовых траекторий, соответствующих различным начальным условиям, вот. Ну, давайте, так, у нас времени осталось десять минут, и, значит, мы закончим тогда на том, что нарисуем фазовый портрет системы. Фазовый портрет математического майдинга. И вот здесь поговорим о том, об этом самом «но вдруг». Итак, ну, математический майдинг все вы знаете, объяснять не буду, да? Там шарик на стержне там каком-нибудь, да? Сразу пишем функцию гигантона, тоже знаете, что такое, да? Значит, ну, в поле тяжести, причем мы не ограничиваемся вилейным случаем, да? То есть мы общую функцию гигантона, значит, h равно, значит, p в квадрате на 2n, так, n в квадрате на 2n, так, n в квадрате на 2n, так, n в квадрате на 2n, так. Где? Ну, вообще, это значит угол, да? Это наша координата у, а p это обобщенный инкутс. То есть вот такая система, ну, вот в дальнейшем, чтобы там не заморачиваться, да, под параметрами здесь, ну, например, n, n, l, да, вот это вот все параметры. При желании даже можно и же сделать параметры, забрасывая этот майдинг на разные планеты, да? Вот, значит, мы, чтобы не заморачиваться пока на параметрах, на параметрах нас не интересует, вот мы будем считать, что n в одной единице, там, l в одной единице, то есть майдинг единичной массы, единичной длины и единичном поле тяжести, да, находится. То есть тогда, значит, функция Габельтона, вот такая, p в квадрате, то есть это просто переход в безразмерную систему единиц. У нас все наши величины становятся сразу безразмерными. Так можно делать, получить ответ, а потом вернуться там и в соображение размерности просто написать все вот эти вот n, lg для общего случая. Ну, теперь, то есть давайте запишем, ну, это динамическая система, запишем уравнение Габельтона. Значит, силами диссипации пренебрегаем, значит, получаем, у нас одна степень свободы, значит, уравнение Габельтона 2 будет. Ну, и первое, значит, из них это φ с точкой, это dh по dv, да, значит, ну, давайте отсюда сразу получаем, что φ с точкой равно b, да, то есть наша обобщенная скорость, это просто обобщенная скорость, φ с точкой. Дальше, f с точкой, f с точкой, это минус dh и dv, да, ну, отсюда получаем, что f с точкой равно минус, 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 минус. То есть вот это, видим, что это действительно динамическая система вот этого типа, который мы рассматриваем, плюс, а плюс с точкой. Так, производная от cos , минус здесь минус, а еще минус здесь. Три минуса, да. Вот. Вот так. Значит, ну, кстати, то есть это, конечно, знаки важные, но зачастую для качественного анализа они так вот как бы не имеют особого значения. Это вот когда мы количественно смотрим, а вот иногда для качественного анализа знак очень-очень. Ну, тем не менее, конечно, надо бы всегда правильно знать. Вот. Дальше. Ну, давайте строить... Да, и видим, что функция гамильтона у нас не зависит явно от времени, значит, t у нас циклическая, а значит что? Не зависит. Сама функция гамильтона сохраняется. Ну, кроме того, у нас система натуральная, да? h равно е, и это равно констант. Она где сохраняется? Ну, и вот последнее нам позволяет построить вот это выражение, позволяет достаточно легко построить фазовый портрет нашей системы. Ну, действительно, раз h равно е, то первый член у нас, то есть вот эта синетическая энергия, да? А второй член, вот этот со знаком минус, это потенциальная энергия, то есть n-u. Ну, так вот, давайте рассмотрим график потенциальной энергии. То есть u у нас, u, это минус, косинус, косинус. Значит, график потенциальной энергии, ну, вот такой вот, значит, здесь вот внизу, там оставьте какое-то место, чтобы там можно было по этим графикам рисовать названный портрет. Значит, вот здесь вот у нас фи единица, да, это пол от фи единица, здесь вот минус единица. Ну, и, значит, раз знак минус, то у нас вот минус косинус в нуле, это минус один, да? Значит, это вот фазовый портрет, то есть потенциальная энергия, ну, какая-то вот такая. Ну, давайте хотя бы нарисуем две ямки. Вот так вот. И вот здесь еще один ямок. Вот, это график потенциальной энергии. Ну, дальше что? Мы под ним рисуем фазовую плоскость. Значит, вот это у нас фи, да? Ну, допустим, фи это х1, да? А фи это х2, да? Значит, фи вторая у вас, и вот фи это х1. Ну, отмечаем на этом графике, да, вот, значит, минимумы у нас в точках, там, ноль, там, минус, так, минус два пи, там, плюс два пи, да? Значит, ну, опуская, не просто отмечаем минимумы и максимумы, то есть вот эта точка минус два пи, вот эта точка минус пи, значит, ноль пи, Дальше. И рассматриваем теперь, раз энергия сохраняется, да, то она на протяжении всего графика равна ко 100. И вот мы эти энергетические уровни, значит, рисуем. Ну, вот первый уровень рисуем близко к минимуму, да, близко к минимуму. Можно даже написать, что вот это, там, E1, которое равно минус единица, да, вот это, минус единица, плюс ε. Мы чуть-чуть, чуть-чуть на малую величину ε поднялись над минимум. Что у нас здесь будет происходить? Колебания... Ну, гармонические, да, гармонические, да, практически гармонические колебания. То есть вот дальше рисуем вот эти точки пересечения E и U, да, вот это тоже откладываем на графики, на CFI, и вот здесь отложили, вот здесь отложили, и вот здесь отложили. И, значит, вот так вот. Раз. То есть раз колебания периодические, то фазовая траектория будет замкнута. То есть система дошла и вернулась. Все величины φ и b изменяются периодически. Значит, это соответствует замкнутой фазовым траекториям. Ну, дальше, скажем, берем значение какое-нибудь большое Е. Е2. Ну, все еще лежащее ниже максимума U. Что здесь можно сказать? Ну, тоже, то есть колебания происходит, движение это колебания, которое происходит вот в этих областях, да, между максимумами. То есть большая амплитуда, и они не обязательно гармонические, да, то есть они негармонические. Они описываются, значит, теоретическими синусами и косинусами, но это негармонические колебания, они не описываются аналитическими. Ну, а раз колебания, то опять рисуем замкнутые фазовые траектории. Ну, вот у меня тут как-то, значит, вот опять откладываем вот эти вот максимумы, вот так вот. То есть точные пересечения откладываем, и эти точки пересечения дают нам амплитудные значения колебания, да, амплитудные значения колебания. То есть это какие-то тоже вот замкнутые кривые. Ну, их надо рисовать одинаково, так, ну, давайте одинаково рисуем. Большую или что-то маленькую, примерно одинаковые, надо сказать. То есть это надо понимать, что это все одинаковые вообще. Все вот периодически повторяется. По возможности рисуйте их одинаково. Ну и, наконец, берем там третий уровень. Да, еще, можно вот прежде чем там к максимумам переходить, еще понять, а как нам направление процесса проставлять, как движение происходит, в какую сторону. Ну вот смотрите, то есть это вот направление движения на фазовой плоскости – это всегда как бы отдельная задача. Здесь вот эту задачу можно решить так. Вот давайте возьмем первое уравнение гамильтона. То есть мы из него видим, что, значит, у нас p – это φ точек. p – это φ точек. Да? То есть берем теперь верхнюю полуплоскость. p больше нуля. Ну, там больше либо равно нуля. p больше нуля. Если p больше нуля, у нас в источнике тоже больше нуля. Правильно? А значит верхней полуплоскости φ возрастает. Функция φ является возрастающей. значит, 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 здесь, В нижней полуплоскости, да, p – это 0. Наоборот, φ точек меньше нуля. И функция φ будет убывающей. Значит, стрелочки в обратной стороне. Это не всегда так, но вот, в данном случае, как правило, и вот здесь. Вот эти стрелочки в направлении процесса фазовой классации. Дальше, берем теперь E3, равную максимуму. Что здесь происходит? Ну вот смотрите, у нас E3 – это максимальная энергия. И она равна в точности потенциальной энергии. То есть это у нас некоторые особые точки. Смотрите, как здесь процесс может развиваться. Мы можем двигаться либо от этой вершины к этой вершине, что будет соответствовать вот такой вот фазовой траектории. Либо наоборот, либо от левой к правой, либо от правой к левой. Что будет соответствовать вот такой вот фазовой траектории. Это два кусочка одной, можно сказать, разных траекторий. И вот они упираются в особую точку, которая максимумом является. Они как бы пересекаются. Но вот это как бы опять. Ну запомним, мы сегодня не успеем. Но про карбу тогда поговорим на следующем. И точно так же вот здесь. Значит, так рисуем, так рисуем, значит, и вот здесь тоже так. Вот так нарисуем. Ну опять я вот красиво рисую, но все одинаково получается. Значит, вот так. Вот это фазовый. Да, и еще. Ну все, и теперь мы можем взять энергию E4, да, выше. И у нас что здесь будет? Если энергия большая, у нас система может... Вот, тут маякник сильно потонули, и он крутится так. Вот такие круговые движения, и им соответствуют вот такие фазовые траектории. Вот это фазовый портрет математического майкинга. Штука очень важная, потому что мы можем сказать... Так, вы особенные точки зря не рисуете. Вот здесь надо рисовать. Вот здесь пересекается. И это очень важно. Значит, мы о ней еще поговорим. Значит, по фазовому потребу мы можем качественно сказать, как движется система. То есть не решая там ничего, мы уже знаем, что вот здесь колебания, здесь вот круговое движение, а вот здесь вот между... Вот смотрите, у нас два типа траекторий. Одни какие-то замкнутые, другие не замкнутые. Вот есть какие-то еще промежуточные траектории, которые упираются в особые точки. Вот эти промежуточные траектории называются сепаратрисами. Сепаратрисы. Значит, сепаратрисы — это вообще фазовые траектории, которые разделяют другие типы траекторий. Сепаратрисы. Вот. Ну ладно. Так. Видимо, уже на сегодня время не исчерпан. Какие есть вопросы? Вот, я уже перебрал. Вы меня останавливаете в таких случаях. Говорите, все. А социально будет по этому понимание? Если я знал, ну что в этом? Я думаю, никто еще не знает про это дело. То есть это...